Книга «Открытым оком». Тема «Русский язык». Том 10. Вопрос 2401. «Нельзя ли собрать сказанное защитникам церковнославянского языка и приверженцев великорусского языка при богослужении, чтобы человек мог самостоятельно прийти к нужным выводам?» «Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Такие книги уже есть, но все они с крутым уклоном авторов в пользу мертвого, непонятного народу церковнославянского языка. «Богослужебный язык русской церкви. История. Попытки реформации. Издание Сретенского монастыря 1999 года». «По благословению патриарха Алексия II. Ответственный редактор. Архимандрит Тихон Шевкунов. 411 страниц. 240 на 170 мм. «Приверженцы непонятного богослужения». Страница 10. «Эта новая языковая ситуация мнимого двуязычия вызвала у представителей высшего сословия потребность в переводе с чуждого и примитивного языка, как они воспринимали церковнославянский язык благослужения, на понятный и культурный, каковым стал для них созданный в начале XIX века новый литературный язык. Для всего остального церковного народа – духовенство, крестьянство, купечество – язык богослужения продолжал оставаться родным и понятным, а главное – единственно возможным для такой высокой цели, как служение Богу. Главная причина приверженности к церковнославянскому языку заключается в том, что богослужение традиционно. Божественная природа культа способствует неизменности того священного языка, на котором впервые были написаны или переведены богослужебные книги. Внутреннюю причину достаточно агрессивных нападок на церковнославянский язык связано с богоотступничеством. Требования о переходе богослужения на общие употребительные языки раздались не только в России, но и среди других православных народов. При этом в одних поместных церквах верующие сохраняют древний богослужебный язык, например, в Греции, на Афоне и в России, а в других, например, в Болгарии и в Сербии от него отказались. До тех пор, пока тот или иной народ сохраняет верность Богу, его богослужебный язык остается для него и единственным языком письменности. Требования о переходе на национальные языки легко возбуждают националистические амбиции, и они заставляют забыть о единстве веры. Страница 12. Рассмотреть явно отвергаемую церковным народом мысль о богослужении на русском языке. Боже, сохрани от перевода на разговорный язык. Именно тогда из-за охлаждения веры в высшем обществе возникла проблема непонимания церковно-славянского языка. Кончилось тем, что сначала на русский язык перевели Библию, а затем стали издавать молитвословы и сборники канонов на русском языке. Вполне закономерно, что на этом пути очень скоро был сделан следующий шаг, и в церковной печати начала 20 века открылась полемика о пользе перехода богослужения на русский язык. Страница 32. Для многих людей из высшего общества, постепенно терявших связь с церковью, церковный язык стал непонятным, а службы казались скучными и затянутыми. С появлением в России сети филиалов британского библейского общества, мысль о переводе священного писания на русский язык уже не казалась ни кощунственной, ни бесплодной. Судя по доводам сторонников такого перевода, им представлялось, что эта мера привлечет к вере равнодушных и колеблющихся. Сторонником и участником этого перевода был будущий святитель Филарет Московский. По решению Святейшего Синода, первый уже напечатанный тираж перевода пятикнижья на русский язык был уничтожен. Но намерение перевести на русский язык всю Библию со временем окрепло и осуществилось в 1870-е годы. Теперь, спустя столетия, когда оцениваешь прошлое с точки зрения пережитого страной и народом, все доводы о пользе и необходимости подобных переводов, которые должны были по мысли их инициаторов, предотвратить надвигающиеся на Россию богоотступничество, кажутся своего рода маниловщиной. Русская Библия проложила путь идеям русификации и богослужения. Раз переведено Священное Писание, почему бы не перевести на русский язык малопонятные простым верующим богослужебные песнопения и каноны? Доводы были все те же, непонятность богослужения, препятствующая общению с Богом. Откуда это наваждение, что церковно-славянский язык непонятен? Русский народ сумел пронести любовь и верность к славянскому языку через десятилетия. Большинство же верующего народа приемлет наш церковный язык и ничтоже вопреки глаголит. Народ любит этот язык, даже если не каждый его хорошо понимает. Я вижу, как люди делают усилия, чтобы все лучше и лучше его усвоить. Епископ Пермский Андроник Переводить богослужебные книги с славянского языка на русский для интеллигенции и вообще народа, не посещающего храмы, нет нужды, ибо они отошли от церкви. Епископ Омский Сильвестр Тем же, кто не понимает стихир и канонов в храме, можно посоветовать одно – читать их заранее, а до этого взять в руки грамматику церковно-славянского языка и немного позаниматься. Такие тексты, действительно сложные по содержанию, на любом языке со слуха не могут быть поняты, и многотрудный перевод их на русский язык не поможет. Первое. Церковно-славянский язык, обладая всеми достоинствами, идейными, художественными, классической непосредственностью, будучи общеславянским, является для нас классическим языком. Второе. Созданный в пору высшего религиозного одушевления, славянских народов, освященный тысячелетним употреблением святых угодников Божьих, он носит в себе благодатные следы, духовные и является для нас незаменимым. Третье. Живая разговорная речь, наша переменно, носит на себе нравственные следы текущей жизни, потому затруднительно и неполезно изменять богослужебный язык по росту ясной речи. Четвертое. Христос Спаситель и святые апостолы для проповеди употребляли ясные, современные языки, но молились по преимуществу на классическом языке древности. Пятое. Церковно-славянский язык имеет свои легко одолеваемые трудности и подлежит изучению в школах. Шестое. Несовершенство славянского перевода церковных молитв и песнопений подлежат обязательному исправлению посредством тщательного пересмотра текста. Страница 68. Соборного решения о допустимости использования русского языка и в богослужении не было. Промысел Божий не допустил реформации русской православной церкви. Страница 91. Самая опасная для русской церкви сила – это Новый Завет на русском языке. Если православные миряне, пленяясь благодаря ясному русскому изложению, содержанием Евангелия и вообще Библии, принимают русский перевод и бросают текст славянский, то они порвали уже связь с православной церковностью. Страница 95. Преувеличенным нам кажутся и жалобы на недоступность церковнославянского языка по пониманию нынешних поколений указания на то, что народ, присутствие в церкви и слышать чтение и пение на славянском языке, не понимает того, что поется и читается, и во время богослужения внутренне почти не участвует в нем. Бесспорно. Часть правды есть в этих жалобах. На этот недостаток в тексте наших богослужебных книг указывает очень многие из епархиальных, при освященных своих отзывах по вопросу о церковной реформе, представленных в Святейший Синод. Правда, встречаются частные, неудобо понятные выражения в тексте наших богослужебных книг, и мы готовы согласиться с тем, что таких выражений довольно много. При встречающихся выражениях, малопонятных, народ улавляет общий дух, характер и смысл чтения и пений, слышимых в церкви, и при понимании и усвоении главного, душою молящегося при богослужении, может быть, не происходит большого вреда от того, что ускользает от внимания некоторые частности и не во всей полноте входит в разумение верующих, предлагаемое в церкви для общего назидания и возбуждения молитвенного духа. «Народ наш с детства слышит славянский язык, и с детства более или менее осваивается им». Едва ли кто станет утверждать, что народ, как глухой, стоит безучастно, совершенно не понимая того, что перед ним поется и читается. Встречаются невразумительные речения в канонах и службах Миней и Актоиха. Можно указать такие в псалтире, но мы не можем сказать, что они существенно вредят настроению молящихся и делают их безучастными к совершению богослужения. Воспринимая не только умом, но и сердцем, первое, первее и более, чем умом. Молитвенное настроение, с каким приходит в церковь на то или другое богослужение, и какое церковь делает поддержать во входящих с верою и благоговением в Храм Божий, охраняется и поддерживается всею внешнюю обстановкою совершаемого богослужебного священнодействия и общим, более или менее уловимым для всех характером и смыслом этого священнодействия. У людей благочестивых оно не ослабевает, а держится в напряженном состоянии, если и не все воспринимается умом их, и если иные, даже многие слова ускользают от их внимания. Поэтому едва ли, безусловно, справедливы те, которые предаются излишним сетованиям ввиду того, что не все и не все понимают, что предлагается верующим в церкви при богослужении. Многие простецы упреждают нас, разумных, в Царстве Божием. Нужно заметить еще, что в богослужебных чтениях и пениях иное является малопонятным простому народу не потому, что передается на церковно-славянском языке, а по свойству тех высоких предметов и понятий, какие в них излагаются, при изъяснении которых неизбежно бывает некоторая тень таинственности. Конечно, желательно более полное разумение их. В этом случае на пастырях в церкви лежит обязанность разъяснить неудобо в разумительные места и речения и доводить вверенных им по печенью пасомых до более полного понимания тайн веры. Делая такие замечания, мы отнюдь не думаем, чтобы при замеченных, несомненных неисправностях дел оставалось в прежнем виде без изменения. Страница 110 В тексте священных песнопений и молитв неясность славянского перевода зависит иногда не только от... Простите... Не только... Да, тут... Вот, ты пропущен. Заново. Страница 110 В тексте священных песнопений и молитв неясность славянского перевода зависит иногда не только от несовершенства перевода, но и освоив речи самого оригинала... но и свойств речи самого оригинала. Весьма многие песнопения составлены блаженными песнописцами изысканною риторическую речью, изобилуют сложными построениями богословствующие мысли, богатством священно-исторических уподавлений. Таковы каноны и стихиры на двунадесятые праздники, страстную седмицу, канон преподобного Андрея Крицкого и другие. Эти песнопения, несмотря на глубину одушевляющих их чувств, всегда останутся маловразумительными для массы не только в славянском, но даже и в русском их переводе. Нельзя отрицать того, что славянский язык при богослужении является все-таки не столь вразумительным, каким был бы русский язык. Славянский язык осветился многовековым богослужебным употреблением, стал священным языком. Его звуки сами по себе как бы возводят мысли ко храму, молитве. В звуках славянской богослужебной речи почила молитвенная благодать, которая сама собою способна во время богослужения возбуждать в нас молитвенное настроение. Мефодий, епископ Оренбургский. Страница 228. Православная же теория утверждает, «Язык есть язык самого Бога и мира, а отдельные человеческие языки – суть преемники божественных и космических энергий, среда, в которой происходит встреча человека с Богом и миром». В Русской Православной Церкви преемником божественных энергий и средой богообщения стал славянский язык. Славянский язык есть словесная икона, иконописцем которой является Дух Святой. Когда эта среда была уничтожена, то оказалось, что у людей, особенно у детей, не оказалось органа для восприятия божественных энергий. Наступила глухота к божественному. Среди мирского словесного шума глаз Божий просто нечем было услышать. Славянский язык лишается последнего убежища – храма. Требования перехода на русский язык есть в выражении буржуазного, мещанского требования. Язык, живущий в наших генах, который нужно только опознать, но нам будет намного проще. Архиепископ Алиутский и североамериканский Тихон, впоследствии патриарх Московский и всея Руси. Для Русской Церкви важно иметь новый славянский перевод богослужебных книг. Теперьшний устарел и во многих местах неправильный. Чем можно будет предупредить требования иных служить на русском обиходном языке? Преосвященный Андроник разъяснил, что он отстаивает славянский язык не по эстетике, а принципиально, отметив при этом любовь народа к славянскому языку, что так сказывается в пении народном при частых многолюдных крестных ходах в Пермской епархии, где нет мощей и особо чтимых святых. Высокопреосвященный Евлогий заметил, что если разрешить перевод книг там, где просят, то получится нежелательная пестрота, что нужно жизнь возвышать до церкви, а не наоборот, и что не следует вульгаризировать церковный язык. Епископ Сильвестр Омский Тысячелетнюю привычку русского народа совершать богослужения на славянском языке не так легко заменить привычкой десятилетней или хотя бы немного более продолжительной. Если перевод этот сделать и для примера ввести в некоторых церквах. Богослужебный славянский язык создавался в эпоху расцвета славянства гениями славянской поэзии и духовного идеализма. Чего сейчас у нас нет. Настоящая живая речь, способная к точному выражению мысли, не так способна к передаче высокого религиозного настроения. Причина тому упадок веры и благочестия в народе. По всему этому перевод богослужебных книг с славянского языка на русский является неуместным и невозможным в настоящее время. Спаситель и апостолы молились не на разговорном, а на древнееврейском языке. Перевод не нужен. Некоторые слова и выражения неудобно переводить. Красотой славянского языка пользовались даже светские русские классические писатели. Каждая религия имеет свой богослужебный язык, отличный от живого разговорного. Богослужебно-славянский язык существует более тысячи лет, создавший привычку, прирожденную русскому православному человеку. Молитва на славянском языке передает святые переживания тех святых лиц, которые потрудились над славянским переводом и таких сейчас при маловерии и упадке благочестия едва ли найти. Н. И. Троицкий Немцы стремятся задавить славянство вообще, между прочим, и язык его. С этим нам нужно бороться путем совершения богослужения на славянском языке. Однако, упростив его, разъяснив непонятные слова и выражения. Епископ Андроник Пермский Переводить богослужебные книги с славянского языка на русский для интеллигенции и вообще народа, не посещающего храмы, нет нужды, ибо они отошли от церкви. Для интересующихся богослужениям необходимо вести беседы, разъясняя непонятное. И. В. Курбатов Хотя язык непонятен, но оскудение церквей молящимися объясняется иным, утратой веры и благочестия, в особенности среди интеллигенции. Н. И. Пантин Переводить богослужебные книги не нужно, чтобы не потерять красоту славянской поэзии, но текст необходимо пересмотреть и переменить слова и выражения, непонятные и обветшавшие. Н. И. Троицкий Вновь говорит о борьбе германизма с славянством и призывает к защите славянских ценностей. Н. И. Знамеровский Если рассматривать вопрос принципиально, то, конечно, можно перевести богослужение на русский язык, но мы должны спросить себя, как отнесется к этому народ, общее ли это желание народа. В нашей пермской губернии местности я не знаю такой настроенности. Я думаю, что русский язык допустим только там, где народ сам того желает и где требует того особые обстоятельства. Борьба с сектантством Частичное употребление русского языка уместно и полезно. Хорошо бы издать книги для молящихся на русском языке. Нужно указать на необходимость подготовки к богослужению на дому. На вне богослужебных собеседованиях уместно и желательно пение гимнов на русском языке. В Перми это практикуется и дает очень хорошие результаты. Однако народ возмутился бы, если бы гимны введены были в церковь. Иеремии 25.4 Господь посылал к вам всех рабов своих, пророков, с раннего утра посылал, и вы не слушали и не преклоняли ухо своего, чтобы слушать. Иеремии 14.14 И сказал мне Господь, пророки пророчествуют ложное именем Моим. Я не посылал их и не давал им повеления и не говорил им. Они возвещают вам введения ложные и гадания, и пустое, и мечты сердца своего. Иеремии 27.15 Я не посылал их, говорит Господь, и они ложно пророчествуют именем Моим, чтоб Я изгнал вас, и чтоб вы погибли, и погибли вы, и пророки ваши, пророчествующие вам. Иеремии 44.4 Я посылал к вам всех рабов Моих, пророков, посылал с раннего утра, чтобы сказать, не делайте этого мерзкого дела, которое я ненавижу. Вот это одна и та же книга, теперь другая книга, которые были за славянский язык, а это которые за русский язык. И вот когда считаешь, что Господь ненавидит? Ненавидит тьму. Люди, которые бьются за церковный совет, это люди абсолютно бездуховные, мертвые. И вот я слышу этих, Их, что интересно, советская власть в первую очередь уничтожила их всех. Это тоже как знамение какое-то было. Насколько они Богу омерзели просто. Народ ничего не понимает. Уже убивает АПО, и все равно в таком столянске поя отходную. Дух Святой сошел, где с Пятидесятницы заговорили, на каких языках? Все замолкло сразу. А определенная щетка, Дух Святой желает, чтобы голос Божий был понятен. А богослужение, да не главное богослужение, а главное это благовестие, проповедь. Уперлись в богослужение, погубили страну, погубили миллионы душ. Высказывание о пользе богослужения на русском языке из той же книги деятелей собора 1917-18 годов. Страница 15. Патриарх Никон вовсе не был озабочен обновлением языка с целью облегчения его понимания. Совсем наоборот, свою задачу он видел в том, чтобы избавиться от накопившихся за века нововведений. Сторонники пересмотра богослужебных книг на предмет частичного поновления церковно-славянского языка опасаются нового раскола и призывают дело исправления книг вести тайно и постепенно, чтобы не повторить ошибок патриарха Никона. Б. И. С. В. в журнале «Богословские труды» 1870-1875 год начинает с критики Никоновской реформы исправления книг и чтобы убедить читателя в полной негодности существующих богослужебных книг и настоятельной потребности перевода на русский язык. Трагическое явление старообрядческого раскола, возникшего в связи с исправлением богослужебных книг при патриархе Никоне настолько потрясло русскую церковь и запугало церковную власть, что с конца 17 века прекращаются ее заботы об улучшении богослужебного языка, которые являлись традиционными с конца 15 века и выражались в многократном, можно сказать, почти непрерывном исправлении текста московскими справщиками. Церковные власти делали попытки доказать совершенство исправленного текста и его превосходства над старопечатными, но беспристрастный анализ показал дефекты Никоновской справы. Три страница 23. Доказана непригодность богослужебных книг, оставленных нам справщиками 17 века и желательно их перевести на русский язык. Страница 35. У меня текста не видно, текста не видно. Сейчас сделаем. Страница 35. Свои переводы канонов на русский язык профессор Е.И. Лавягин делал только для домашнего чтения, чтобы миряне могли лучше понимать церковную службу. С.А.В.Б.И. пишет, что переводы разорвали связь, разрушили скрепы с церковно-славянской оболочкой, чем и проложили дорогу к дальнейшей русификации богослужения. Нужен не только новый перевод богослужений, но хорошее знакомство с содержанием Библии, иначе переводы не помогут. Ко всему можно со временем привыкнуть, но если церковно-славянский язык обслуживает наше богослужение уже более девяста лет, и все мы к нему привыкли, то едва ли удастся скоро отучить нас от него. Тем более святитель Иннокентий 1797-1879 годы считал, что в книгах надо исправить грубые опечатки и неудобо понятные речения. Страница 45 «Наше чудное, умилительное, трогательное богослужение пропадает для православного народа. Если Достоевский плакал у плащаницы, как же бы все рыдали, если бы понимали это быдение над гробом Жизнодавца? Человек идет в храм помолиться, поучиться. Народ жаждет от церкви живой воды, понятного слова, понятной молитвы, а мы издаем распоряжение о правильном чтении псаломщиками. Мертвое дело. Как может человек правильно, логически и с чувством читать для других то, что он сам не понимает, какие азбучные истины и не проводятся в жизни. Церковный вестник за 1906 год священник А. Лиховицкий страница 60 4 священника делегата на поместном соборе 1917 18 возражали против перехода на русский язык. Остальные 11 придерживались самых крайних взглядов, требуя цитата «удовлетворить желание темного народа слушать богослужения и молиться на родном языке, не только на русском, но и на малороссийском и других». Этот поместный собор допустил обсуждение таких вопросов, о которых на архиерейском соборе не могло бы быть и речи. Самыми ярыми противниками славянской речи и инициаторами изменения литургического чина, воспринятого от вселенского православия, были приходские священники, поддержанные ипархиальными съездами. Эти люди были порождением той протестантской системы, о которой писал Иларион Троицкий. Были разосланы вопросы к архиереям. 28 из 80 правящих епископов писали о непонимании богослужебного языка народом, о проистекающих отсюда равнодушии и невнимательности к службе и говорили о насущной необходимости упрощения как самого чинопоследования, так и языка богослужения. Архиепископ Ярославский Иаков писал «Возвышенное богослужение наше из-за пристрастия к умершему языку превращается в непонятное словоизвержение для поющих, читающих и слушающих и предлагал приступить немедленно к новому переводу на новославянский всем понятный и вразумительный. Некоторые епископы предлагали ввести общее пение в храмах. Страница 48 Некоторые предлагали совершать богослужения на языках инородцев, призвали к пересмотру церковного устава, предлагали приучить народ к общему пению иконостасы делать в уменьшенном виде, во время литургии царские врата держать открытыми. Тупое пристрастие к обряду и магии, непонятного языка, твердое убеждение, что Богу и невозможно молиться на другом языке. Протеерей А.А. Хатовицкий, руководствуя своим опытом миссионера за границей, где, как он говорил, переводы некоторых книг на русский язык дали блестящие результаты. В сентябре 1917 года выступал за допущение русского языка в богослужении, но придерживался ли священномученик Александр подобных взглядов 20 лет спустя, когда принял мученическую кончину в 1937 году одному Богу известно. Страница 65 Кандидат права П.В. Попович Рассвет язычества прошел. Русский язык более богат, чем какой-либо другой. Заново. Страница 65 Кандидат права П.В. Попович Расцвет славянства прошел. Русский язык более богат, чем какой-либо другой. И когда более творчества и богатства мысли можно иметь, как не в наш век просвещения и культуры. Игнорировать интересы интеллигенции, забывшие церковь, не посещающие богослужения из-за непонятности славянского языка не следует. Священник М.С. Елобужский цитата «Перевод богослужебных книг на русский язык необходим в силу нелепости славянского текста ввиду изменения в течение веков смысла некоторых слов славянского языка. На непонятность славянского языка более жалуется интеллигенция, потому что они привыкли всегда относиться сознательно к делу. Ничем не доказано, что апостолы и Христос молились на древнееврейском языке. Знакомство писателей с славянским языком объясняется их привычкой к этому языку и знаниям его. Настроение Печерского Патрика не может соответствовать современному быту и нельзя считать русский язык недопустимым для выражения мыслей и чаяний церковного человека. Заново. Настроение Печерского Патрика не может соответствовать современному быту и нельзя считать русский язык недостаточным для выражения мыслей и чаяний церковного человека. Подольский епархиальный съезд признает что церковь должна иметь характер народный национальный служба на славянском языке неблагоприятствует подъему религиозного чувства съезд постановил вести проповедь и читать Евангелие на родном украинском языке объясняя народу великое значение для народа его материнского языка. Протеерей А. Устьинский Новгород прислал на имя оберпрокурора А.В. Карташова тезисы для обновления быта религиозной стороны жизни. Тезис первый. Необходимо без всякого промедления ввести русскую стихотворную речь в богослужение и в проповедь. Почему бы иногда вместо чтения кофизм и шестопсалмия не пропеть положенную на ноты Оду Бог или что-либо подобное? Ведь у нас есть масса религиозных стихотворений и все они гибнут без всякого употребления. По-настоящему следовало бы как только у нас на Руси появился тонический стих сейчас первые опыты тонического стихосложения принести в дар Господу Богу включив их в состав богослужения. Тезис 5. Предоставить епископам право сочинять новые литургии. Где русское религиозное вдохновение? Нужно создать что-нибудь свое русское создать новые захватывающие и душу и сердце чины литургические. Протеерей С. Щукин потребовал открыть двери свободному творчеству священника. Следовало бы допустить в наше богослужение личное творчество священника и вообще свободное творчество родного русского слова. Да не убоятся религиозные люди. Наряду с прежней литургией создать новую службу и проводить ее вечером воскресного или праздничного дня. На этих молитвенных собраниях допустить личное молитвенное творчество священника и исполнение религиозных поэтических песнопений на русском языке. Если почему либо устройство таких собраний не будет разрешено в церкви допустить их устройство в школе или в каком-либо другом здании. Страница 85 В комиссии архиепископа Иеронима рекомендуется цитата читать и петь псалмы по русскому переводу священного писания. Чтение священного писания и нового завета то есть Евангелия и апостола на русском языке и издания молитвослова с переведенными на русский язык молитвами. Для домашнего употребления следует заучивать молитвы в понятном русском тексте. Особенно нужно это в отношении детей. Им следует дать возможность молиться Богу с пониманием слов молитв. Православная служба остается мертвую по причине недопустимости языка для народного понимания. Все народы славят Бога на родном языке а мы на чужом. Богослужение будет достигать своей цели тогда, когда будет совершаться на языке понятном для всех, то есть на родном русском языке. Страница 103 Никто из пастырей пусть не будет стеснен, не будет обязан совершать богослужение непременно по-русски, от него будет зависеть, сообразуясь желанием и степенью подготовленности к тому своих пасомых, начать замену богослужебного языка в своем храме или пока оставить прежний. Начать вводить богослужение на русском языке, говорит отец Самуилов в миссионерском обозрении 1907 год, номер 9, страница 1339 по 1342 согласно с преосвященным Иоанникием Архангельским нужно с городов и еще пожалуй сел с сектантским населением. В городах это тем более удобно, что там имеется несколько храмов. Если в одном из них будет совершаться богослужение по-русски, то нежелающие присутствовать на нем могут идти в другой храм. Сознает отец Самуилов, что в настоящее время народ не подготовлен к такой реформе богослужебного языка и находит нужным, чтобы священники готовили к ней своих прихожан проповедями с церковной кафедры и частными беседами. Но пока народ к тому не подготовлен, нужно поставить за правило вводить русский язык в богослужение не иначе, как с согласия прихожан. Церковные ведомости 1908 год номер 26, 27, 28 и 30. Страница 125. Молитвенный речитатив нужно заменить декламированным чтением. Чтение дичка спешное и безжизненное. учтеца хватает сил только прочитать, что положено. Оренбургские ипорхиальные ведомости 1915 год номер 19 с номера 19 по 36. страница 156. 156. К исправлению книг были привлечены ведущие специалисты русской богословской школы и первоклассные лингвисты. был привлечен самый цвет отечественной профессуры. Но вся огромная по масштабу реформаторская деятельность архиепископа Сергия Строгородского до 1917 года прикажущейся ее убедительности не принесла для нашей церкви практически никаких плодов. Страница 196. Архиепископ Михаил Мудюгин считает служение на славянском языке антиканоничным. Чтение в храмах на церковно-славянском языке одним из сатанинских ухищрений, причем наиболее мощно действующим. Игумен филолог Иннокентий Павлов церковно-славянский язык это церковная феня. За русский язык выступает отец Николай Балашов, сотрудник ОВСЦ. Страница 36. Известный иерарх, профессор в Петербургской Духовной Академии. Цитата. Наши прихожане стоят, переминаясь с ноги на ногу перед закрытым алтарем. Они не слышат, что там читает священник, а чаще и не понимают, что там происходит. В нашем богослужении остаются всего два светлых момента, когда поют символ веры и Отче Наш. Это совершенно недостаточно. Страница 319. Епископ Минский Михаил Желательно, чтобы богослужения в храме совершались на понятном для богомольца языке, и чтобы чтение и пение в храме совершалось отчетливо, вразумительно, громко, не спеша. Насколько неудачно были сделаны переводы при патриархе Никоне, об этом свидетельствует то, что многие стихиры и тропари являются непонятными даже для людей, прошедших высшую богословскую школу, или же понятными лишь людям, изучающим греческий язык специально. А между тем, православному русскому народу приходится слушать богослужения на этом языке, испытывая крайние трудности в понимании священного писания и богослужебных молитв и песнопений. Непонимание богослужебного языка самими чтецами и певцами делает их небрежными, читающими и поющими поспешно, неотчетливо, невразумительно. Богомольцы же при том непонимании и при дурном чтении и пении скучают при богослужениях становятся невнимательными, равнодушными к богослужению и к его глубокому содержанию и высокой поэзии. Епископ Могилевский Стефан Несомненно, что и протестант стующее сектанство русское имеет успех среди простого нашего народа в значительной степени от того, что умеет дать народу живое сознательное участие в богослужении. Служба же у нас остается наполовину мертвою для громадного большинства русских людей. И причин этого скорбного явления главнейших две. Важнейшая из них недоступность народному пониманию языка богослужебных книг наших. Другая отсутствие особых изданий церковных служб для мирян, какие приняты в инославных церквах и без пособия которых сознательно следить за смыслом всех чтений и песнопений церковных нет никакой возможности даже и при более понятно богослужебном языке. Епископ Астраханский Георгий следует пересмотреть текст богослужебных книг. Содержание богослужения с каждым десятилетием становится все менее и менее понятным не только для людей простых, но даже и для лиц богословски образованных это обстоятельство объясняется двумя причинами обилием непонятных устаревших слов и выражений успевших накопиться в церковных книгах и конструкции богослужебного текста чуждой славянскому языку и являющиеся точным отображением конструкции греческого текста. переводчики перевели слово за словом до патриарха Никона исправление книг было у нас делом обычным епископ полоцкий серафим в полемике с католичеством православные богословы всегда указывают на свое богослужение как на одно из преимуществ православной церкви ввиду особенно его назидательности однако на практике оно далеко не достигает той цели для которой создана благодатными носителями православия причина этого кроется прежде всего в его непонятности для большинства верующих никогда эти толки так не усиливались и никогда вопрос о пересмотре текста священных и богослужебных книг не выступал с такой настойчивостью как теперь это и понятно от церковного собора все ждут решения и этого важного и назревшего вопроса так или иначе а сделать теперь что-нибудь нужно будет и вот во всей своей неприкосновенности встает этот трудный и в то же время величайшего значения вопрос предлицами как призванными решить его так и предподготавливающими почву для его окончательного решения епископ Самарский Константин нет у народа и истинной молитвы народ терпеливо простаивает целые часы за храмовым богослужением но это не есть молитва потому что чувство не может поддерживаться целые часы без понимания слов молитвы а слова храмово богослужения выше понимания народа богослужение непонятно народу не только не потому только что совершается на церковно славянском языке и при том спешным чтением но и прямо потому что для понимания его требуется в известной мере богословское образование народ бедствует и голодает духовно почти вовремя не имея молитв почти вовсе не имея молитв доступных его пониманию кроме иктинии и до некоторой степени акафистов надобно воспитывать народ настолько чтобы он не посчитал за молитву одни поклоны с крестным знамением и одно механическое чтение или выслушивание непонятных слов псалтири тропарей и стихир петь общим пением это норма страница 353 протоиерей А.А. Хатавицкий перевод безусловно необходим ибо изгонять из церкви из-за непонимания славянского языка преступно даже мы священники знакомые со славянским языком часто встречаемся с такими местами славянского текста которые нам совершенно непонятны и вместо сознательной молитвы понапрасну ударяем звуками в воздух вообще закрывать двери православия отказом введения русского языка в богослужение из-за красоты формы славянского языка нецелесообразно примеры перевода некоторых книг за границей дали блестящие результаты из-за достоинств славянской речи еще не следует отрицать перевод книг а равна богослужения и молитв на русский язык ибо таким образом мы бережем грамм а теряем тонну страница 362 митрополит киевский флавиан нельзя не сознаться что в настоящем своем виде православное богослужение в значительной степени теряет ту силу впечатление и влияние на религиозный дух народа какую он может и должен иметь главную причиной этого обстоятельства служит самый язык на котором написаны наши богослужебные книги во многих случаях они представляют такие трудности для понимания смысла многих песнопений и молитв которые требуют нарочитого и основательного обучения церковно-славянской грамоте приблизить язык богослужебных книг путем немедленного исправления его до возможности понимания его всеми православными людьми сделать понятными красоты глубину мысли и религиозного воодушевления богослужебных песнопений и молитв является для настоящего времени не только необходимую но прямо священную обязанностью церкви учащей страница 333 архиепископ иркутский тихон по отношению к обрядовой области собор прежде всего должен рассмотреть вопрос о переводе всего богослужебных о переводе всего богослужения церковно-славянского языка на русский церковно-славянский язык непонятен более чем для половины русских людей а это лишает общественное богослужение его прямого назначения религиозно-нравственного просвещения и воспитания членов церкви епископ пермский никон озаботится об исправлении языка богослужебных книг как непонятного для большинства верующих епископ нижегородский назарий неудобо-вразумительное церковно-славянского текста богослужебных книг многие чтения и песнопения нынешнего церковно-славянского богослужения можно понять только при усиленном внимании а иные совсем не поддаются пониманию епископ екатеринбургский владимир нужно улучшить методы введения богослужений язык его сделать более понятным постановить чтобы изданы были маленькие богослужебные книжки для раздачи в святом храме народу епископ смоленский петр вопрос перевода богослужения на русский язык поднимался не раз и епископами как например феофаном затворником и представителями богословской науки особенно мирянами в духовной и светской печати но до сих пор не получил надлежащего разрешения и во всем своем объеме подлежит удовлетворению со стороны предстоящего собора церкви и затем скорейшему чем бы чем в былое время когда исправления длились едва не веками осуществлению в жизни страница 335 архиепископ финляндский сергий необходимо на предстоящем соборе обсудить вопрос об упрощении богослужебного славянского языка о предоставлении права где того пожелает приход совершать богослужение на родном языке псковский епархиальный съезд совершение богослужения на русском общепонятном языке а в местах с инородческим населением на языке преобладающем страница 324 епископ Симбирский Гурий православное богослужение есть одно из главных выражений любви к Богу и лучшая школа для развития общительности среди членов прихода ибо здесь в храме сотни душ сливаются воедино в словословиях благодарениях и прошениях соединяются души пастыря и посомых клира и народа так по крайней мере должно быть в идее к сожалению настоящее постановка православного церковного богослужения не вполне содействует этому молитвенному слиянию душ пастыря и посомых не говоря уже о многих дефектах нашего богослужения зависящих от зла употребления со стороны совершителей богослужения богослужения излишняя торопливость невнятность чтения и пения рассеянность совершителей богослужения и собственная непроникновенность молитвенными чувствами нельзя не остановить своего внимания на одной черте нашего богослужения освященной церковную практикую и однако же ведущей к некоторому разъединению клира и народа в то время как клир возносит песни благодарения и прошения и словословия народ остается как бы в качестве постороннего слушателя отсюда поразительная разница в настроении присутствующих за богослужением мирян в православных храмах с одной стороны и инославных с другой разница не в нашу пользу необходимо привлечь мирян к самому близкому участию в богослужении необходимо пение церковное сделать всенародным пусть оно будет не очень стройное особенно в начале но зато как изменится к лучшему настроение молящихся вторым недостатком настоящей постановки нашего богослужения причиной мало участливого к нему отношения мирян является чрезмерная трудность языка богослужебных книг богослужебных чтений и песнопений не только для малограмотных но и сравнительно образованных мирян нельзя не признавать возможным и необходимым а упростить славянский текст богослужебных книг б исправить неправильности и неточности перевода их с греческого особенно в псалтире и канонах в заменить другими некоторые слова и выражения богослужебных книг которые коробят слух блядива блядующий понос нескверная по отношению к богоматери и многие другие архиепископ варшавский и привеслинский иероним необходимо озаботиться пересмотром текста многих песнопений и чтений с целью сделать его более понятным и вразумительным язык славянский богослужебных книг и священного писания следует при пересмотре по возможности приближать к современному русскому необходимо привлечь молящихся к живому и деятельному участию в совершении богослужения для этого принять целесообразные меры к тому чтобы постепенно обучить народ общему пению сначала и к тени и кратких словословий а затем и всех песнопений и литургии и всеночного бдения архиепископ рижский агафангел самый язык наших богослужебных книг требует самого тщательного исправления уже со времени перевода библии на русский язык встал с неотложностью вопрос о переводе богослужебных книг на язык доступный пониманию но любовь русского народа к славянскому языку и значение его для соединения всех славянских племен в родной православной вере заставляют желать чтобы богослужебным языком для православного русского народа оставался славянский язык но в таком случае необходимо немедленно приступить к исправлению богослужебных книг язык их сохранив греческое построение речи и слово производства совершенно скрывает и весьма часто искажает смысл содержания многих богослужебных чтений и песнопений только немедленным исправлением этого языка до возможности понимания его и научившимся славянской грамоте возможно сохранить любовь и преданность нынешнего поколения к церковно славянскому языку конечно выпуск исправленных богослужебных книг ни в каком случае не должен упразднять и умолять значения существующих ныне во избежание повторения печальных событий исправлений во время патриарха Никона епископ полтавский Иоанн нужда в пересмотре и новом переводе наших богослужебных книг создается давно в начале 80-х годов прошлого столетия известный богослов и подвижник преосвященный Феофан Затворник Вышинский писал Наши богослужебные песнопения все назидательны глубокомысленны и возвышены в них вся наука богословская и все нравоучение христианское и все утешения и все устрашения внимающий им может обойтись без всяких других учительных христианских книг а между тем большая часть из сих песнопений непонятны совсем а это лишает наши церковные книги плода который они могли бы производить и не дает им послужить тем целям для коих они назначены и имеются вследствие сего новый перевод церковных книг богослужебных неотложно необходим необходим упрощенный и уясненный перевод богослужебных книг необходим новый славянский перевод собрание писем выпуск 2 письмо 289 представлены у нас некоторыми учеными знатоками богослужебной письменности правила и приемы того как подобало бы исполнить этот новый перевод богослужебных книг как например в статье Преосвященного Августина епископа Екатерина Славского смотри труды Киевской Духовной Академии номер 11 1888 года имеются у нас опыты исправления богослужебных книг каковы изданные Н. Ильинским простите Ильминским учебные часослов учебная псалтирь учебный Актоих имеются опыты новых переводов целых служб церковных как например переводы напечатанные в душеполезном чтении на за 80-е годы Несомненно что и клиросное чтение часто являющееся у нас неисправным и невразумительным вполне улучшится может только тогда когда самый текст по языку будет более удобо понятным посему необходимо первое пересмотр и новый славянский перевод богослужебных книг второе признавши неотложную нужду в новом славянском переводе богослужебных книг надлежит определить руководящее основание для исполнения такого перевода в трудах ильминского целью нового издания поставлена точная выдержка форм и сохранение чистоты речений древнеславянского языка в труде епископа Августина целью становится удобопонятность содержания богослужебных книг преосвященный Августин так говорит богослужебные песнопения в греческом подлиннике написаны либо стихами либо так называемую мерную прозою но что в подлиннике для природного грека могло в свое время доставлять высокое художественное наслаждение то самое в чисто буквальном переводе для русского или вообще для славянина составляет истинное мучение мы сердечно желали бы чтобы наши богослужебные книги легко могли быть читаемы и без особого труда понимаемы не только лицами получившими законченное богословское образование епископ Рязанский Аркадий разрешение собора требует вопрос о современном богослужебном языке совершение богослужения на общедоступном и понятном для всех языке является одним из самых могучих воспитательных религиозно-нравственных средств рационалистические сектанты тем между прочим и увлекают православных что богослужение у них совершается на понятном для всех языке ввиду этого крайне желательно было бы поставить на будущем соборе вопрос об исправлении и упрощении современного богослужебного языка архиепископ Ярославский Иаков богослужебные книги наши изложены на церковно-славянском языке от которого общеупотребляемый русский язык далеко ушел в своем развитии в богослужебных книгах много речений устаревших непонятных не только веренину не получившему образования но и священнику получившему специальное богословское образование что такое амфо прости плесни и глезни равенник сходники гождение врезноту и так далее немало немало и таких слов которые хотя и употребляются теперь но совсем с другим значением например судьба понос точно так же немало встречается и целых выражений где за греческую расстановку слов или слишком буквальным механическим переводом едва уловляется смысл чтение и пение их по этой причине не имеет назидания и возвышеннейшее богослужение наше из-за пристрастия к умершему языку превращается в непонятное слово извержение для поющих читающих и слушающих сельские пастыри хорошо осознают этот недостаток богослужения выражают жалобы но бессильны помочь горю мудрено ли что крестьянин иной предпочитает церковной возвышенной но непонятной песни не умную но понятную сектантскую песню которую он может сам и петь а образованный по этой самой причине идет в театр или удовлетворяется домашним пением пошлых но понятных романсов если по многим причинам нельзя говорить о переводе богослужебных книг на русский язык то необходимо обсудить вопрос об исправлении существующего церковно-славянского перевода богослужебных книг с устранением из него всех архаизмов и греческого расположения слов в речениях или же немедленно приступить к новому переводу их на новославянский язык всем понятный и вразумительный епископ архангельский Иоанники могущественным средством воздействия пастыря на посомых является богослужение православной церкви наше богослужение имеет религиозно-нравственное и воспитательное значение оно будет вполне достигать своей цели когда будет совершаться на языке понятном для всех то есть на родном русском языке священное писание говорит поэти богу разумно апостолы проповедовали на всех языках и на всех языках молились с верующими у нас в россии есть литургии на языках латышском зырянском мордовском но нет богослужения на родном наречии поэтому полезно было бы славянский язык в церковном богослужении заменить русским такая замена для даст для очень многих великое счастье участвовать в богослужении часто не одним только стоянием в храме но участвовать разумно можно русский язык ввести в употребление постепенно пусть сначала в богослужении на русском языке совершается изредка как оно совершается например на греческом языке во всяком случае от такого совершения богослужения опасности нет со временем оно будет все более и более учащаться начинать употребление в богослужении русского языка нужно с городов и вообще с тех мест где народ более развит более сочувствует этому это имеет удобство в том отношении что в городах и вообще в более населенных местах всегда имеется несколько храмов и не желающие присутствовать при богослужении на русском языке будут иметь возможность присутствовать при богослужении на славянском языке а пока русский язык в богослужение вводится в одном месте к нему привыкнет и само пожелает завести у себя население и других мест не нужно и священников принуждать совершать богослужение на том или ином языке нужно представить это на благоусмотрение местных епископов и приходских пастырей пусть от прихода зависит заменить славянский язык русским или же до поры до времени оставить славянское богослужение постепенность в этом деле нужна даже для самих священников и вообще людей интеллигентных которые понимают действительное значение русского и славянского языков богослужений даже для них сразу перейти на русский язык было бы тяжело и неприятно поэтому на первых порах нужно чтобы о совершении богослужения на русском языке прихожане знали и нужно по мере возможности приготовить их к этому пастырским словом на основании всего сказанного мы думаем следовало бы вопрос о богослужении на русском языке поставить на очередь в нашей церковной жизни и разных мероприятиях к ее усовершенствованию представленные при отзыве преосвященного архангельского предложения местной комиссии по разработке вопросов подлежащих рассмотрению и разрешению на поместном соборе Всероссийской Церкви цитата Ввиду важного значения какое должно иметь православное богослужение в деле уяснения и утверждения в сознании народа истин христианского вера и нравоучения необходимо сделать его доступным пониманию народа и дать мирянам возможность более или менее активного участия в церковно-общественной молитве для сего необходимо упростить церковно-славянский язык православного богослужения в русской церкви путем исправления текста священных и богослужебных книг и причем все непонятные слова и выражения заменить более понятными славянскими же синоническими если это возможно или же русскими насколько это будет позволять важность предмета а греческую конструкцию совершенно чуждую славянской речи заменить русскую епископ орловский кирион самый язык наших богослужебных книг сохранивших греческое построение речи и слово производства совершенно скрывает часто даже искажает до ереси смысл и содержание молитв богослужебных чтений и песнопений только немедленным исправлением этого языка до возможности понимания его неучившимся славянской грамоте есть надежда поддержать любовь нынешнего поколения к церковно-славянскому тексту конечно во избежание повторения печальных последствий никоновского исправления исправления новоисправленных богослужебных книг не должен упразднять и умалять значение ныне существующих книг архиепископ донской афанасий настоит крайняя нужда в том чтобы церковное богослужение достигало той великой цели какой оно имеет в деле воспитания и спасения православных христиан чтобы оно вполне удовлетворяло религиозным потребностям благочестивых людей для этого необходимо богослужебный язык в молитвословиях и песнопениях приблизить к пониманию простого народа через исправление и упрощение церковно-славянского текста варить в храмах общее пение некоторых молитвословий протоиерей Ф.Д. Филоненко не разделяя мнение преосвященного Андроника высказал следующее евреи и греки своим языком разговаривали с Богом и непонятно почему нельзя обратиться к Богу на своем родном языке тогда невозможно молитва ребенка который так просто зовет родителей папа мама далее нет оснований славянский язык признавать выразительнее и глубже русского языка к тому же славянский язык далеко не всем понятен его часто не понимают окончившие второклассную школу и интеллигенты и наша молодежь не говоря уже о простонародье места в школе дается много для славянского языка но его не знают перевод конечно представит много затруднений что и видит ПП Кудрявцев необходимо религиозность переводчиков которая так сказалось старинной иконописи в сравнении с новою при введении народного языка в богослужение нужно творчество и не следует бояться изменения развития богослужебного языка меняются и церковные обряды которые не есть что-то неподвижное меняются утварь пение и прочее будем менять и язык пока не явится народно-церковный в церкви необходимо чтение выразительное которое следует комбинировать псалмодимическим простите в церкви необходимо чтение выразительное которое следует комбинировать с псалмодическим не нужно преувеличивать опасности соблазна сектантов. Д.И. Боголюбов высказал, что по данному предмету существует две точки зрения – эстетов и народников. Первые, может быть, преосвященный андроник желают сохранить славянский язык по велению своего сердца. Но эта точка зрения неприложима к народу, среди которого можно часто слышать такие отзывы о богослужении. Священно, а ничего не понимаешь. А потому нужно пожертвовать эстетикою. Народ нуждается в понятном языке богослужения и потребует его. Народные издания церковных служб с подстрочными объяснениями распространяются весьма успешно. Но переходить к русскому языку богослужения следует постепенно. Протеерей профессор А.П. Рождественский, признавая потребность введения народного языка в богослужение, добавил, что простецы многое не понимают в славянском языке. Не нужно бояться перевода богослужебных книг на родной язык. Ведь и славянские переводчики не передали всей глубины греческого текста и никто их не осуждает. Они сделали, так сказать, перетянутый славянский текст. К тому же греческая поэзия и особенно церковная непонятна русскому сознанию. Здесь часто игра слов и витиеватость стиля. Мешает в деле перевода присущая нам привычка, которая часто сказывается в привязанности нашей к простым обыкновенным вещам. При переводе нужно творить богослужение и вводить язык осторожно, а не по-никоновски поступать. Преосвященный Андрей указал на большую религиозность татар, которая объясняется имеющимся у них татарским текстом некоторых церковных книг, добавив, что понятность богослужения способствует возвращению сектантов. Он, преосвященный Андрей, при чтении канона допускает перестановку слов и пояснения. Н. М. Гринякин, приведя справку о том, что в предсоборном присутствии одна группа преосвященных высказалась за упрощение и исправление языка церковных книг, другая за то, чтобы дать понятное чтение Евангелия и апостола, а третья за издание русского перевода церковных книг для домашнего употребления руководства в церкви. Высказал, что в докладе П.П. Кудрявцева все эти пожелания преосвященных прекрасно скомбинированы. По существу же вопроса Н. М. Гринякин высказался за введение в богослужение особого церковно-русского языка и чтение священного писания в церкви на русском языке. Профессор Б.А. Тураев также высказался за необходимость перевода книг, отметив культурные заслуги славянского языка, хотя этот язык и отучил нас от греческих стихов. Для перевода же Великая Россия даст поэта. В монастырях и кафедральных соборах сохраняется славянский текст. Высокопреосвященный евлогий. Церковь живет и потому творит. Составляются и теперь новые молебны, молитвы, акафисты. Правда, это творчество грубое и шаблонное. Надо подслушать верно народное сознание, чувство и только ему отвечать. У украинцев есть немного политики, униадства, голос политического кружка, чем голос народной массы. Лишь в последнем случае нужно идти навстречу и при том соблюдая осторожность. Соблазнить простые души легко. Богослужение на окраинах можно было бы, так сказать, обновить, и то дало бы успокоение. В католическом богослужении привлекает орган, пение народных дополнительных песнопений. У нас можно было бы дать Евангелие, апостол, паремии на понятном языке, живую проповедь и нечто вроде колядок во время крестных ходов, пение народа на часах, переменное пение мужских и женских хоров. Высокопреосвященный Сергий, отметив, что чем выше праздник, тем непонятнее служба, что славянский текст иногда как бы нарочно затемняет смысл, указал на красоту славянского текста и в то же время и известную понятливость его для народа. Например, в призыве к покаянию и других, а в иных случаях и привязанность к нему, например, в некоторых приходах карелы не хотят отказаться от славянского языка. Пересмотр и упрощение славянского текста необходимы. Профессор И.М. Громогласов. Богослужебный язык – смесь разных славянских наречий, язык искусственный, который влечет расхождение религии с жизнью. Существует два пути. В храме один язык и строй мысли, в дому другой язык и строй мысли. Отсюда раздвоенность, мешающая христианизации жизни. Осторожность при переложении нужна, но нельзя ее преувеличивать. Нельзя отказывать просящему богослужения на русском языке. Право русского языка в церкви должно быть признано, иначе будет деспотизм. Нужно отрывать простор, нужно открывать простор творчеству и дать ему место около церкви. Мы уже имели бы много религиозных гимнов. Протеерей С.И. Шлеев объяснил, что среди старообрядцев многие не станут спорить из-за перевода книг. Старообрядцы от понятного и разумного не открещиваются. Нужно разрешать перевод желающим приходом. Причем в переводе выбрать золотую середину, чтобы избежать вульгарности. Протеерей профессор А.П. Рождественский. Каждый народ молился по-своему, и пестрота не произведет соблазна. Особого поэта-переводчика не нужно ждать, а руководиться необходимостью. В древней церкви была приспособляемость. В Ветхозаветной церкви была музыка, а теперь часто в церкви можно слышать неблагозвучное пение псаломщиков. Высокопреосвященный Евлогий заметил, что у народа другие понятия. Об органах даже в католичестве шел спор. У переводчика должна быть религиозная воодушевленность. Высокопреосвященный Платон, указав на бессознательное отношение к многим богослужению, высказался за необходимость перевода церковных книг. Немцы, англичане молятся на своем языке, а правоспособность русского языка в богослужении почему-то исключается. Священник М.С. Елобужский Перевод богослужебных книг на русский язык весьма необходим ввиду нелепости славянского текста, ввиду изменения в течение веков смысла некоторых слов славянского языка, ввиду ухода из-за непонятности православного богослужения многих в сектанские молельни. Некоторые непонятные славянские слова вызывают у слушателей неподходящие, нескромные мысли, приводят примеры. Хотя вера и благочестие сейчас в упадке, но это не доказывает того, что нельзя найти лиц с высокой религиозной настроенностью. Такие лица есть, и они могли бы внести свою лепту в дело перевода, дать ему и красоту, и поэзию. Случаи употребления русского языка давали блестящие результаты. Это значило бы условному приписывать безусловное значение и временное возвести в вечное. Наша частная молитва не облагается же в славянскую форму. И дневник отца Иоанна Краждатского дает много вдохновенных молитв на русском языке. На нем же изложена известная молитва киевского старца Парфене. Если допускается проповедь на русском языке, часто изустная, то нет оснований запретить богослужение на русском языке по утвержденным образцам, чтобы русские не были лишены того дара славить Бога на своем языке. Такой дан всем народам. Искусственное разделение нашей речи на славянскую в молитве и русскую в обыденности есть частичное выражение той двойственности, какая замечается у наших христиан, и которая выявляется в набожности и жестокости одновременно. Не нужно быть неразумными ревнителями отеческих преданий, подобно преследователям в свое время переводчиков священного писания на русский язык, например, Макарий Глухарев. Мы не создадим протест против русского языка богослужений, если будем вводить его постепенно, с мудрой осторожностью, и только там, где этого пожелают прихожане. П.В. Попович. Славянский язык должно считать богослужебным, но в то же время не следует препятствовать, когда прихожане попросят совершать богослужения на русском языке. Перевод богослужебных книг на русский язык поэтому необходим. Для этого дела должны быть приглашены филологи, одаренные поэтическим талантом, религиозно настроенные. Перевод должен быть сделан на понятном, но не на вульгарном языке. Некоторые слова понятные и неудобо переводимые следует оставить. Ввиду попытки Государственного комитета при Министерстве народного просвещения издать законопроект о необязательности преподавания закона Божия и изгнания из школы обучения славянскому языку, церковное богослужение на русском и малорусском понятном языке будет, быть может, служить единственной школой для изучения христианских истин. Во имя сих меньших, незнакомых с славянским языком, необходимо снять завесу с богослужения, дать им возможность слушать, понимать и чувствовать все то, что преподается нам богослужением. Этим народ будет привлекаться к храму, сознательно относиться к богослужению и не будет прельщаться с сектанством. Н.И. Знамировский. Не знаю, что в предыдущих заседаниях говорилось, но я скажу, что ввиду непонятности славянской речи необходимо взяться за великое и святое дело исправления перевода богослужебных книг, пригласив сведущих лиц, коим рекомендовать подготовиться постом и молитвой, как к делу великому и святому. Дело должно вестись осторожно и постепенно. Частное распространение богослужебных книг на русском языке желательно и полезно в том случае, если собор почему-либо не допустит совершения богослужения на русском языке. Желательно во всяком случае издавать книги на славянском и параллельно на русском языке для ознакомления верующих с содержанием молитв. Пениакофизм должно быть общим на славянском языке, а содержание их будет выясняться из русского текста. Насильственное введение русского богослужебного языка не должно быть. Если же прихожане выразят желание, то разрешение должно быть дано. Протеерей Ио Ильин. Один из ораторов говорил здесь, что угодники наши молились на славянском языке. Но разве тогда русский язык был? Читая молитвы, мы должны воспринимать их умом. Апостол Павел говорит, если я приду к вам и стану говорить вам на незнакомом языке, то какую пользу принесу вам? Оратор цитирует стих 14 главы 1 послания Коринфянам. Только нам, священникам, епископам, ученым понятен славянский язык. Но мой псаломщик уже не понимает, что читает из апостола. Если мы не вступим на путь реформы, через 10 лет церкви будут пустыми. Не назидается народ в наших храмах и идет к сектантам, где для него понятно поют и читают. Защитники славянского богослужения хотят божественные слова загнать в буквы славянского языка. Но если бы святой Кирилл и Мефодий жили теперь, то, конечно, они перевели бы священные книги не на славянский язык, а на понятный народу русский. Реформу проводить, разумеется, нужно не так, как Никон, а постепенно, без насилий, собор должен выработать подробный план проведения ее. Священник М.Ф. Марин. Исправление богослужебных книг фактически уже совершается и всегда совершалось. Язык современных богослужебных книг не тот, что был раньше. Он уже не чисто славянский. Я, человек с высшим богословским образованием, слушая стихиры, не могу уловить смысл, как не напрягаю внимание. Если проститцы плачут в церкви, то плачут, умиляясь формой. Молитвы для них своего рода заклинания. Благодаря непониманию языка некоторые моменты богослужения для народа мертвы. Нужно помнить слова святых Кирилла и Мефодия. Проповедовать на чужом языке, писать на песке. Реформа нужна, но нужна и постепенность. Хорошо перевести сначала каноны, часослов. Если реформа будет произведена разумно, соблазна не будет. Священник М.С. Елобужский Меня не смущает сравнение нас с прислугой, забирающейся в хоромы и там хозяйничающей. Иное дело заявление епископа, что мы убиваем его душу. Но ведь здесь внешности придается большее значение, чем внутреннему. Мысли и чувству, вложенному в песнопение. Я спрошу, а не убиваем ли мы непонятным богослужением темные души, уходящих в штундизм и индеферентизм? Епископ Феофан указывал, как на одну из причин ухода православных в штундизм, на непонятность церковных песнопений. Профессор Кудрявцев в своем докладе предъявил такие требования к переводчикам. Советовал подходить к делу с такой осторожностью, что получилось впечатление, что лучше совсем не ходить. Переводчик, по мнению профессора, должен быть и поэтом, и религиозно настроенным человеком. Перевод должен гармонировать с архитектурой и живописью храма. Мне кажется, что это уже излишний эстетизм. Епископ Феофан о переводах, печатавшихся в его время, отзывался как о благоговейных и понятных. Этот специалист молитвы таким образом утверждал своим авторитетом переводы, появлявшиеся в его время. Правильно было указать, что переводчики наши не были поэтами. Но мало этого, и составители часто таковыми не были. Не все были Иоанны Дамаскины, Косьмы Маюмские. Оратор приводит примеры из канона Иоанна Предтечи. Я прошу снисхождения жалости не только к малым сим, но и к духовенству. Оно и само часто не понимает. Протеерей Т.П. Феодорович В словах защитников славянского богослужения чувствуется большая любовь к языку, но нужно подумать о самом богослужении. Оно переведено у нас с греческого, и значит не может срастаться с славянским языком. Я вижу в словах защитников славянского языка только чувство любования старинной вещью, которой любуются, но не пользуются. Богослужением нужно не любоваться, а попытаться сделать его близким народу. Не уважая свой язык, мы не уважаем себя. Жизнь же берет свое. Богослужебный язык постепенно приближается к русскому. Религия традиционна, но думается мне придавать особое значение заявлениям народа о нежелании слушать богослужения на родном языке не следует. Русский народ идет гигантскими шагами, и недалеко то время, когда он поймет правду наших слов. Не нужно опаздывать. Мы всегда опаздываем. Пример католической церкви должен нас научить. Священник И.Ф. Щукин приводит постановление Новгородского ипрахиального съезда, на которое ссылается Н.Ф. Миклашевский. В целях большего влияния церковного богослужения на душу верующих, в целях противодействия сектантским богослужебным собраниям, необходимо, чтобы в православной русской церкви, согласно указаниям апостола Павла 1 Коринфянам 14-19, все совершалось на понятном языке. Таким языком, безусловно, должен быть призван, признан, не так называемый славянский язык, вернее, древнеболгарский, а наш, родной, русский язык. А потому наши богослужебные книги должны быть как можно скорее изданы в свободном русском переводе с греческого языка. Если же такой перевод богослужебных книг на русский язык предоставляется в настоящее время почему-либо невозможным, то в таком случае следует немедленно приступить к исправлению славянского текста до степени его понимания молящимися, к изданию богослужебных сборников с песнопениями и подстрочными примечаниями для мирян. Чтение одного слова Божия за богослужением, особенно Святого Евангелия и Апостола, должно совершаться на русском языке. Страница 66. И наш современник, митрополит Кирилл Гундяев, о непонятности в наши дни церковно-славянского языка говорит, «Этот язык не только для народа, но и для интеллигенции утратил ту долю понятности, которой он бесспорно обладал в прошлом». Книга пророка Исаии 30.21. И уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя. Вот путь, идите по нему. Если бы вы уклонились направо, и если бы вы уклонились налево. Иезекииль 12.2. «Сын человеческий, ты живешь среди дома мятежного. У них есть глаза, чтобы видеть, а не видят. У них есть уши, чтобы слышать, а не слышат, потому что они мятежный дом». Захария 7.11. «Но они не хотели внимать, отворотились от меня, и уши свои отяготили, чтобы не слышать». Матфея 11.15. «Кто имеет уши слышать, да слышит». Разум человеку – главный враг. И не чей-то, собственный его. Он сгоняется забвением во враг. Он пинается презренную ногой. То, что учимся, дипломы получаем, это чести мало принесет. Если слепнут внутренне очами и в извилинах на крыше молочай осот. Наркотические мак и конопля, алкоголь рекой, табак вонючий вьется из всего уму петля. Всех врагов ума не поместить и в кучу. Выжаты, отшиблены мозги, пережженный окончания нервов, оплетает дьявольский мезгирь, высосет, душа заляжет мертвой. Разум, царь на высоте престола, видит, рассуждает, подает советы. На него враги ломают колья, строя до замыслы и дикие наветы. Просвещенный Божьей благодатью направляет так свои стызи быть всегда, чтоб в подвенечном платье, не испачканном невежеством в грязи. Свет Христов пронизывает душу, возвышает надо всею тварью. Кто права царя посмел нарушить и с сокровищницы в темноту затарить? Отравителями совести, мозгов, стали те, кто доступ к ним имеет. Сонмище учителей, попов, но не всех, а кто послушен зелью. Сохраните разум детворы от тлетворных фильмов и княжонок. Путь сумейте к Богу проторить с Библией, светильником зажженным. 13 августа 2004 год Игнатий Лапкин